Технология блокчейна активно развивается, открывает массу возможностей. Многие ассоциируют эту технологию только с криптовалютами, но это совсем не так. Криптовалюта это лишь одна из функций блокчейна. В сети интернета по телевизору появилась информация о том, что российские компании могут выпустить облигации от 10 до 15 миллиардов рублей, учет по которым будет осуществляться по технологии блокчейн. Каких-то принципиальных отличий облигаций на платформе блокчейн от классических облигаций, наверное, нет в финансовом смысле. Скорее, это технологическая новация, которая может позволить более удобно организовать процесс выпуска и обращения ценных бумаг. Такая технология позволяет сократить время транзакций и удешевить транзакции, удешевить переход прав на ценные бумаги от одного участника к другому. Первое размещение облигаций на блокчейне произошло в октябре 2017 года. Мегафон продал облигации Райфайзенбанку на 500 миллионов рублей. Оператором сделки выступил национальный расчетный депозитарий. Сейчас он пытается привлечь еще больше компаний, чтобы они продавали облигации таким же образом. Облигации размещались не для привлечения финансирования, а для тестирования технологии. Очень большой интерес со стороны многих российских компаний к системам, особенно на распределенном реестре. Потому что действительно вращаются и сами транзакции, снижаются транзакционные издержки. Примеров корпораций, которые бы основывались полностью на технологии блокчейн, сейчас пока нет. Мегафон были первыми в России, кто провел такую транзакцию и выпустил облигации на основе блокчейна. Первыми были автоконцерн Даймлер немецкий. Они тоже продали облигации на 100 миллионов евро, полностью основанных на блокчейне. Мы, конечно, наблюдать сейчас не можем, но есть разные консорциумы, такие как, например, Эфириум или тоже Hyperledger, которые занимаются именно продвижением технологии блокчейна, разработкой собственных блокчейнов и, в принципе, развитием платформы. Эксперты уверены, что будущее определено не за криптовалютами, а за развитием блокчейна и применением этой технологии в самых разных сферах нашей жизни. Банки, конечно, никуда не вернутся. Мы с вами действительно сейчас видим, как они активно пытаются принимать, так сказать, изменившиеся правила игры, внедрять новые технологии. Мне кажется, нас ждет что-то среднее между тем, что сейчас говорят криптоанархисты и традиционные финансовые системы, которые мы привыкли наблюдать. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.